Субтитры создавал DimaTorzok У нас интересные вопросики появились И я на них кратенько отвечу Вот Анна 16 часов назад говорит Благодарю вас, Геннадий Петрович, в нашей семье Сота наше спасение, крепкого здоровья, благополучия Вот смотрите, когда говорят о том, что что-то спасение Это уже не здоровый образ жизни, а нечто другое То есть человек не понимает здорового образа жизни И вот он чем-то пытается спастись То есть в его оздоровлении, образе жизни есть какой-то изъян Который надо устранить А он этого не устраняет И отсюда пытается периодически возникающую проблему Решить с содой Сода это спасение Нет, это говорит о том, что ваша система естественного здоровления Неполноценна Ольга, Геннадий Петрович, не могу никак на вас насмотреться Умничка вы большой В рунгель не привык В рунгель не привык Артём Фёдоров Ого, большой видосик Круто У меня тоже гастрит Жёсткий С детства кстати Опять-таки, гастрит Воспаление слизистой оболочки желудка Пора бы решить, за счёт каких условий происходит это И устранить Я вам всё рассказывал про свою изжогу Она у меня тоже была с детства такая жестокая Не знал, как от неё избавиться И так, и сяк А потом Было установлено Установлено Что лично у меня изжога возникает от жёлтых продуктов От поджарки Особенно поджарки на томатной пасте С использованием томатов всевозможных Икра заморская кабачковая вызывала Помню, жесточайшую изжогу Как только я вот это допонял Что они, продукты жёлтого цвета И прошедшие термическую обработку вызывают у меня Перевозбуждение жизненного принципа Желчи, который Как раз и проявляется изжогой И это устранил И все решили проблемы с этой изжогой Без всяких каких-то спасений Будьте же мудрее Наблюдательнее Вам же даётся жизнь Вам даётся боли Которые должны вас научить Они вас ничему не учат С детства болею И всё То же самое у меня было И когда я ел Поджарку Поджарку В ресторане Ёлки-палки С риском Знаете, с мяском Там такая поджарка на томатном соусе была Ну всё Съешь вкусно Ох, хорошо Выходишь буквально через полчаса Такая опоясывающая боль Поджелудковая воспалилась И всё это могло привести к тому Что поджелудковая бы И кранты бы дала бы мне Бы Дала бы Не один раз, конечно, эта боль возникла И я должен сказать Не один десяток раз Но тем не менее Да стучалась таки Понял от чего Всё Поджелудковая Здорово Ну ничего себе Какой красивый В варенках Отличная обувь Это то, что надо Та-да-да-да-да-дам Ра-та-тай Да-дам Та-ра-дам Ра-та-тай Да-дам Ага А вот По поводу нового питания Что самое главное На питании Александра Дня Написал Петрович Каша в голове Всё упростил Ну сейчас вот я как раз Всю эту теорию Рассказываю Вы можете её послушать Уж я так понял Читать особо не желаете Пожалуйста На спонсорской подписке Начался Наконец-таки Долгожданный Выпуск Моей аудиокниги Целительной силы Вот там Со всеми сложностями И прочее Прочее Сергей комиссаров Геннадий Петрович Огромное вам спасибо За ваши книги За ваши знания Низкий вам поклон И дай бог вам здоровья И долголетия Первый раз Почистил кишечники Печень 20 лет назад По вашей книге Всё прошло успешно С тех пор Ежегодно Продолжаю Чищать И оздоравливать Организм Мне сейчас 48 Ещё раз Большое спасибо Знания работают Важно всё это Свести В некую систему И тогда Это сила Ирина Иванова Пишет Это насчёт Стрима О самом полезном У меня Покалывало Делала Кардиограмму Ставили Разные Диагнозы Потом Наткнулась Литературе На подсказку Газы В толстом кишечнике Смотрите Анатомию Подпирают Диафрагму которая давила на сердце то есть я насколько понимаю убрала эти газы из кисечника, то есть причины приводят к газообразованию и все нормально, но почему наши доблестные эскулапы не поинтересовались еще кое чем, так добрый вечер хороший у вас стрим полезный это о самом важном по поводу предыдущего прямого эфира как восстановить эмаль на зубах, лично я восстанавливал после того как она у меня слезла во время голодания 18 суточного зимой, это было очень давно я ее восстановил с помощью того что кушал творог, Рома Фомин шикарный стрим получился, я узнал новый о воде, в смысле того сколько не пей, все равно к старости она не держится огромное спасибо как раз я и ответил да именно так механизм удержания в организме совершенно иной и не зависит от количества питья наоборот, чем мы пьем больше чем мы пьем тем быстрее изнашиваем свой организм потому что механизм удержания воды зависит от заряда мицел которые держат вокруг себя воду а на заряд мицел питье воды не влияет оно просто заставляет организм еще больше этих мицел там вырабатывать и так далее структурировать воду прогонять ее через себя то есть повышенная нагрузка на сердце повышенная нагрузка на почки повышенная нагрузка на обмен веществ потому что надо все это продуцировать даже верблюд пройдя через пустыню пьет ровно столько воды сколько надо не более того про запас не пьет как мы ага с этой бутылочкой как как какие-то эти самые не хочу это слово говорить ходим и одно там колтает одно колтает надо там пить надо пить интересен эксперимент поля брега когда он там шел через пустыню с ним шли молодые там спортсмены еле эти таблетки пили эту там воду а он шел на голодание организм держит столько воды сколько ему надо почему он хорошо это все держит и чувство жажды нам говорит о том что надо пить или не надо пить вот это основное все остальное как говорится от лукавого что делать при токсикозе беременности ну что делать при токсикозе беременности В первую очередь, поменьше есть, дробное питание, чтобы организм как-то мог все это усвоить, выделить. Питание, к тому же, должно быть раздельное, чтобы все сочеталось. То есть, помогайте своему организму лучше усваивать пищу и не нагружайте выделительные системы. То есть, вот все надо соблюдать. Это основное. А далее, как уже там вы сделаете? Далее, вот такой вопрос был, я на него много отвечал в тот стрим. Инна Кат пишет. Она в том стриме рассказала, что после, по-моему, 18-дневного голода у нее чистился язык, никаких выделений не было с клизмой, вода чисто заходила и выгодила. Некоторым это не понравилось, говорят, это все неправда. Я ответил, что у нас у всех организмы разные, есть действительно такие люди, у которых все это происходит. Тем более, у нее вес там где-то 53, что ли, 50 килограмм был, а она сбросила килограмм там где-то 7. И вот такой кратенький был, кратенько написано, с чего можно было всякие сделать выводы. А вот она пишет. С вашими книгами познакомилась, когда мне было 20 лет, сейчас мне 43 года. Мой 18-дневный голод, конечно, был не первый. Было много различных голоданий, в том числе серия сухих, каскадных голоданий. И да, вы правы в том, что после практик первый крест наступает очень рано. Всегда возникал вопрос, сколько же голодать, чтобы не навредить. Был ли голод полным? Может быть надо дольше, 30-40 суток, как написано. Вот как написано, вот написано, вот так, понимаете. Но все мы разными. И вот она говорит, вы разъяснили все сомнения, спасибо. Надо слушать свое тело, свой организм. Как раз об этом я и сказал. И знаете, не ответить так, что я не верю, я не знаю, вы такая, вы всякая, вот-вот-вот, не может быть, я сам голодал 40 и ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Разные мы, разные мы, и разный путь проделали. Вот, я ей написал, наоборот, так держать, так держать. То есть вы проделали хорошую, большую работу. И она сказала, спасибо, сердечко и смайлик с сердечком и улыбающейся рожицей. Вот на этом мы ответы и закончим. Так, кратко я решил сменить локацию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok